Итак, друзья, всем привет! У нас идет прямая трансляция. Меня зовут Борис Шейнхман. Я основатель сообщества стартап-виза Испания и виза цифрового кочевника. Также я CEO акселератора реланцированных стартапов S-Hub Valencia. Приветствую вас на нашем канале. Есть еще две минуты до того, как начнут подключаться все участники нашего мероприятия, и у меня есть возможность рассказать всем тем, кто смотрит нашу трансляцию, собственно, о нашем мероприятии. Это традиционная бесплатная консультация для всех тех, кто хочет получить стартап-визу Испания, переехать в эту замечательную страну по этому типу резиденции. Сегодня мы, как обычно, проводим эту встречу с нашим экспертом по подготовке документов и их подачи Артемом Артемовичем. Он с минуты на минуту подключится. Я вижу, что уже стучатся участники нашего мероприятия, но я их пущу буквально через одну минуту. Наша встреча, данная встреча очень важна, потому что в последнее время было много изменений в процессе подготовки и подачи документов и в УГИ, это Министерство миграции, и в Енису, это Министерство экономики, которое проверяет бизнес-планы. И сегодня мы хотим рассказать вам об этих изменениях и вместе подумать, как можно будет к ним адаптироваться. Итак, на моих часах в Испании 12 часов дня, и я начинаю впускать наших участников. Пока они подключаются, я хочу попросить всех подписаться на наш канал, поставить лайки этому и другим видео. Это важно, чтобы как можно больше людей смогли узнать про возможность переехать в Испанию по стартап-визии, по визии цифрового кочевника, и чтобы мы с вами могли здесь, в Испании, встретиться на нашей оффлайн-встрече. Об этом я тоже еще отдельно расскажу. Вот я вижу, что подключается Артем Артемович. Да, вот Артем. Артем, привет. Привет. У нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. У тебя микрофон выключен. Да, Артем, прояви, пожалуйста, звук. Да. Артем, тебя так и не слышно. Так, Артем у нас отключился. Сейчас я кину напоминалку. А вот и Артем, и я его слышу. Да, привет. Раньше не слышал, честно. Я тут перепричился. Да, всем привет. Да, сейчас мы ждем всех участников. В Испании каникулы, отпуска. Очень много испанцев уехали. Вот, но мы продолжаем работу. К нам каждый день поступают обращения и вопросы по получению стартап-визы. И сегодня мы как раз хотим о них рассказать. Ждем еще две минуты и начинаем. Сегодня хорошая погода. У нас в Испании сегодня, в нашем городе проходит день спорта. Все бегают, там на велосипедах катаются. Дети сегодня в школе тоже там взяли просто маленькие портфельчики и пошли в школу бегать. Типа соревнования. День здоровья, день спорта. Вот. Хорошая погода. Сегодня, в март, конец марта. Сейчас каникулы начинаются. Завтра после дня уже там где-то уже многие в отпуска входит. Школа завтра в последний день и все. И до 8 апреля. Это в нашей провинции, в Костыген. В других провинциях, возможно, какие-то другие дни каникул. Ну да, каникулы у нас будут тоже с четверга. И сегодня у нас тоже день спорта. Я думаю, Артем, что мы будем с тобой начинать. Я сейчас включу запись встречи. Так, вот вижу, участник тоже в дороге подключился. Ну, я включаю запись, как и говорил. Да, у нас продолжается прямая трансляция на нашем YouTube-канале Startup Visa Испания. Мы включили запись нашей встречи. Позднее мы ее также выложим на нашем YouTube-канале. Сегодня традиционная бесплатная консультация для желающих получить Startup Visa. И сегодня есть важная информация, которую я рекомендую посмотреть и зафиксировать всем тем, кто только планирует подаваться на Startup Visa. Артем, попрошу тебя рассказать о всех изменениях постепенно, последовательно, чтобы люди могли с ними разобраться. Да, всем привет. Есть у нас небольшие изменения. Первое изменение, и очень важное, в системе подачи документов УГИ на прошлой неделе, в четверг, изменило немножко портал. Визуально он сейчас выглядит по-другому. Портал загрузки в саму систему в Министерство миграции в департамент УГИ изменило, добавило несколько разделов. И видно, что реальная система немножко изменяется. Также все хорошо, все стабильно работает. Есть сейчас те, кто подают на новые стартапы, на новые проекты. В чате пишут, что там вот отказы, там есть одобрение. Все нормально, все стабильно. Одобрение есть, одобряют новые проекты и с небольшими инвестициями, маленькие. Просто как-то сейчас пока непонятно, все рандомно. То есть примерно из 10 одобрений на прошлой неделе, которые были, 5 одобрений из 10 проектов, которые министерство выкатило решение, 5 одобрений, 5 отказов. То есть 50 на 50. Но это было на прошлой неделе. Это все мы видим с изменением нового директора. Новый директор, когда пришел в конце февраля, он стал менять правила. Сейчас они там будут проводить разные мероприятия, анализировать. И мы думаем, что они будут, ну, создадут какую-то новую инструкцию, новые вводные. После каникул, как всегда это делают в Испании после августа, после отпусков. Сейчас после пасхальных каникул. Я думаю, в апреле, в начале мая стоит ждать каких-то новых вводных, каких-то новых там данных. И мы думаем, что сейчас уникальная возможность есть для подачи проектов. Если вы надумали сейчас подавать ваш стартап, то подавайте сейчас. Это хорошая возможность. Потому что возможно потом уже встречать правила, уже встречать систему. Вот. Так же принимают банковские справки, выписки со всех стран. Пока все нормально. Нет никаких таких прямо предвзятостей. Рассматривают документы одинаково для всех граждан. Для российских паспортов, для белорусов, для украинцев. Одинаковые отношения. Все хорошо. Казаки подаются. Иностранцы, там, американцы подаются. Ну, другие национальности. Никаких нету нюансов. Там говорят, вот русские паспорта, там плохо стали относиться, плохо стали одобрять. Нет. Ребят, все нормально. В Испании большая толерантность, ко всем относятся одинаково. Нет, там, о, к этим хорошо, к этим плохо. Вот. Моя рекомендация подаваться и ничего не бояться. Пробовать. И все будет хорошо. Боря. Да, спасибо, Артем. Я хочу добавить, что вот Артем плавно прошелся по этому моменту, но я хочу акцентировать на него внимание. О том, что количество отказов безусловно увеличилось. И мы внутри своей команды анализировали причины, и мы пришли к таким выводам, что они стали более внимательно относиться к тем проблемам, которые решают проекты. То есть, если этой проблемы нет в экономике Испании, то им такой проект не нужен, даже если он будет очень инновационный. И, соответственно, нужно еще больше внимания уделить теме этого самого проекта. И, безусловно, не стесняться добавлять туда инновации. Ну, и я скажу общими словами, чем больше инноваций, тем будет лучше. Потому что большинство отказов приходит именно по критерию инновационности. К сожалению, испанцы не объясняют нам, как бы мы не просили, как они оценивают эту самую инновационность. Есть общие слова, что инновационность зависит от технологий, бизнес-процессов, маркетинга. Есть ли у вас конкуренты на испанском рынке и, собственно, какой это рынок, кто ваши клиенты. И вот на основе вот этих трех факторов они ставят оценку инновационности. Но предугадать это невозможно. У них какая-то своя логика. Поэтому в своих бизнес-планах, которые вы подаете, нужно подчеркивать преимущество вашего проекта над вашими конкурентами. Если вы видите, что в Испании достаточно много конкурентов и ваши отличия незначительны, то лучше этот момент переработать. Потому что, скорее всего, будет отказ, даже если инновационность, еще раз скажу, заявлено очень высоко. Это, по сути, их субъективное мнение, нравится проект или не нравится. Поэтому обращайте на это внимание. Также в нашем сообществе стартап Visa Испания была выдвинута гипотеза, что пошли отказы по проектам, по фаундерам, даже подтвержденных проектов. Мы не можем подтвердить, что это действительно так, что отказывают всем поголовно. Но этот сигнал мы услышали и мы сейчас проверяем. Сейчас у нашей команды четыре кейса по добавлению новых фаундеров в подтвержденные проекты. Пожалуй, мы одни из немногих, если не сказать единственные, но я не уверен в этом, кто выстроил систему по добавлению новых фаундеров уже подтвержденные проекты. У нас на текущий момент действительно стопроцентный показатель, но мы ждем четыре кейса в самое ближайшее время. Надеемся, что там будут подтверждения. И если мы их получим, значит наша система и при новом директоре так же устойчиво и работает. Мы обязательно вам об этом расскажем. Такие новости. Коллеги, те, кто подключился к нам на консультацию, у вас есть возможность задать вопросы, и мы на них ответим. Здравствуйте, меня зовут Юрий. Сейчас я живу в Грузии, хотел бы револцироваться по стартовой визе в Испанию. Конкретно никакого проекта у меня сейчас нет, но в принципе я думаю, что может быть где-то действительно там какой-то фаундером в какой-то проект можно было бы зайти, потому что есть в принципе средства, могу показать, обороты на счетах или еще что-то такое, вот все, что нужно. Поэтому послушал, что у вас происходит, это все очень интересно, и было бы интересно с вами поработать вот в таком направлении. Да, Юрий, вы можете написать мне в Telegram, например, мы с вами поставим встречу, я вам расскажу, какие есть проекты на данный момент с вакансиями. есть как реальные проекты, так и те, которые не планируют здесь развиваться, но у них есть подтверждение. И соответственно, исходя из ваших компетенций, мы подберем вам проект, если же компетенции ваши не соответствуют направлениям проектов, тогда мы умеем дорабатывать ваши CV и профиль в LinkedIn. Ну, в принципе, да, профилек надо было поправить, так в принципе я сам из IT-сферы, вот так что, если что. Отлично. Я думаю, найдем какие-то точки соприкосновения, да. Хорошо, я тогда вам просто напишу о себе что-то коротенькое в Telegram и подождать вашего времени. Спасибо. Да. Ну, и я еще расскажу в пользу добавления в подтвержденные проекты то, что вероятность успеха здесь максимальна. Сейчас мы прямо видим резкое увеличение количества, ну, по крайней мере, интересующихся возможностей получения стартап-визы, и добавление в проект – это самая быстрая и наиболее вероятная возможность получить в NG, потому что здесь повторно не проверяется бизнес-план, проверяются только компетенции и проверяется обоснование добавления вас в проект. Ну, я думаю, что мы умеем это делать. Вот, в случае же добавления в неподтвержденный проект либо генерации для вас новой идеи написания бизнес-плана, вероятность отказа, она достаточно существенная. То есть Ениса сама заявляла о том, что у них 60% подтверждений, но это в целом по стартапам из всех стран. И ранее я уже приводил статистику, что в прошлом году было подтверждено более 1300 проектов из разных стран. На первом месте Россия, потом Белоруссия, потом Израиль, потом, по-моему, Колумбия, потом Армения, потом Аргентина и потом Чили. Вот, соответственно, как мы понимаем, большинство проектов идут из России, подтверждения есть, но 60% одобрений – это все-таки достаточно низкое значение, и мы опасаемся, что они могут придерживаться вот этой вот квоты. И даже если проект реальный и сильный, он все равно может попасть под одну гребенку. Потому что у испанцев, честно, у них нет большого опыта оценки и развития стартапов. Они, вот как им показалось, так они и делают. И это, честно, отличается от нашего представления о том, какие должны быть меры поддержки, какие должны быть критерии оценки этих самых стартапов. Да, есть ли еще вопросы? Да, Борис, добрый день. Есть еще один маленький вопрос. Меня зовут Евгений. Вы знаете, такой вопрос, а вот отказы или подтверждения проектов, они привязаны к самим проектам или к фаундерам? Почему я это спрашиваю? Условно говоря, прийти со своим проектом, получить отказ, а потом вписаться в какой-то уже существующий одобренный проект вторым, третьим или четвертым фаундерам возможно? Или, получив отказ, это уже, в принципе, мало вероятно? Это, конечно, возможно. Честно, вот мой опыт, я сам получил подтверждение только с третьей попытки. Но это было еще по старым правилам. Я знаю здесь людей, которые первый раз получили отказ, а второй попытки получили подтверждение. Это не один человек, их достаточно много. То есть никто крест не ставит, и вы можете абсолютно спокойно вначале подать первый проект свой в надежде, что он получит подтверждение. Но если будет отказ, то это не значит, что ставится крест на ваши возможности получить стартап-визу, и нет никаких сроков, когда вы можете подавать повторно. По факту вы можете хоть через, не знаю, через неделю, через две недели подавать. Они смотрят формально. Ну, то есть, если указано, что вы фаундер нового проекта, значит, вы фаундер нового проекта. В этом никто не сомневается. Спасибо большое. Ну, я вам желаю удачи с первой попытки, потому что, честно, каждый отказ, он очень сильно расстраивает. Понятно, что и фаундеров, но на самом деле и нас тоже, даже если мы вообще не принимали участие в написании бизнес-плана или в подаче. То есть, если мы просто видим, что кто-то получил отказ, то мы за него также очень расстраиваемся, потому что я считаю, что все люди, которые хотят, даже просто напишут бизнес-план, даже хотя бы сделают шаги в сторону написания бизнес-плана, уже достойны того, чтобы жить в Испании, потому что это достаточно серьезный шаг решиться на переезд в страну совершенно с другим менталитетом, совершенно с другими, не знаю, обычаями, нравами. Ну, пусть они и достаточно лояльны и адекватны, но все-таки. И я представителю Ениссу задавал вопрос, ну, почему же вы не подтверждаете 100% проекта? Никто же не знает, какой проект в итоге выстрелит, а какой нет. Ну, вы пропускаете всех, а через год, да, хорошо, можете проверять, как развивается проект, и дальше уже делать какие-то отборы. Это будет мотивировать все проекты работать более интенсивно, отсечет тех, кто не хочет развивать свой проект в Испании. Ну, на самом деле, мне кажется, это очень разумное предложение. Мне ответили, что это политика, вот, и приняли вот такое решение, и теперь они его исполняют. Вот, может быть, в будущем что-то поменяется. Пока у русскоязычного сообщества нет какого-то сильного веса и даже возможности пролоббировать какие-либо изменения. То есть мы можем брать только массовость. Например, если идёт большое количество отказов, то нужно подавать апелляции, нужно писать им, нужно возражать, и вот эта критическая масса может повлиять на них. Я абсолютно уверен в том, что они анализируют все данные, которые к ним поступают, как подтверждение отказа, количество апелляций, количество подтверждённых апелляций, количество отказных апелляций. И поэтому нужно бороться не только за себя, но и за того парня, который пойдёт вслед за вами. Собственно, одно из направлений работы нашей команды, это как раз и есть. Это информирование, это поддержка и, конечно же, помощь. Спасибо вам большое за ответ. Очень интересно. Если позволите, у меня в рамках вашего ответа родился второй вопрос, он достаточно краткий. Скажите, пожалуйста, а проекты с каким количеством фаундеров являются наиболее проходимыми? То есть они сфокусируются на том, что фаундер должен быть один, или они предпочитают, что должно быть как минимум два, или может быть три-пять. Есть какие-то вот в этой части особенности? Смотрите, есть критерий команда, и, соответственно, оценивается команда по компетенции. Если в проекте есть один очень-очень сильный фаундер, которого есть опыт, успешный опыт развития проектов, извините, предыдущий, успешный опыт развития проектов, привлечения инвестиций, создания команды, то этот проект тоже получит подтверждение. Если же компетенции ниже, то, соответственно, нужно брать количество. Из нашего опыта оптимальное количество фаундеров – 3-4. Соответственно, это не значит, что 2 – это плохо, это зависит от компетенции. Опять же, из нашего опыта должен быть сильный SEO, и очень желательный CTO, чтобы можно было показать его технический бэкграунд. Все остальные позиции – на ваше усмотрение. Спасибо. Пожалуйста. Я так понимаю, что вопросы закончились или есть? Борь, я хотел еще добавить. Вот, ну, не надо отчаиваться, если у вас нет команды, но вы специалист в своем проекте и реально хотите создать проект, у нас в этом году есть одобрение, где был один или два фаундера. То есть у нас есть хороший проект, там инженеры, два человека, фаундеры подавались, есть, где один фаундер вот недавно получил одобрение, связанное в проекте с грумингом, ну, с стрижкой собак, там, приложение, все. Вот, есть и одобрение с одним фаундером. Так что все работает. Артем, ну, в проекте по грумингу там не один фаундер, по-моему, там три. Ну, подаваться будет только один, но они, как бы, взяли для усилий команду. Да, Боря просто ребятам помогал с консультацией, с, ну, как, с адаптацией бизнес-плана, и вы, Боря, ты, по-моему, решил усилить этот план, правильно? Ну, чтобы были другие фаундеры. Ну, да, я с этим проектом хорошо повозился. Вначале я им переработал всю идею, чтобы она стала инновационной, адаптированной для Испании. Во-вторых, я расставил фаундеров по своим местам, потому что у них там был полнейший бардак, вот, чтобы их компетенции соответствовали. И потом еще сделал ревью бизнес-плана, при том, что первую версию я просто отказался читать, я сказал, что это вообще не похоже на то, что может получить подтверждение. Вернул им все, сказал, что нужно переделывать, по ним мне написали, прислали вторую версию, вот, вторую версию я сделал ревью, указал все ошибки, и проект получил подтверждение. Вот, при том, что тема груминга, она такая не особо инновационная на самом деле, и самое главное, что там были инновационные бизнес-процессы. Честно, там была идея, чтобы собирать шерсть в груминговых салонах, потом эту шерсть передавать испанским бабушкам в доме престарелых, и они будут вязать пояса и собачьи шерсти, это поможет их социализации и вовлеченности в повседневную жизнь, и плюс они еще смогут что-то на этом зарабатывать. И плюс это будет польза, опять же, и для бабушек, потому что пояса очень полезны, помогают от ревматизма. Вот, ну и, соответственно, это достаточно новый продукт для Испании, в общем, эта идея зашла. И вот еще хотел напомнить, если у вас есть, вот, кто смотрит трансляцию, зрители, кто будет потом смотреть видео, есть возможность у сообщества обратиться вот к Борису, он проведет с командой аналитиков ревью бизнес-плана, возможно, вашу идею доработают, создадут, может быть, новый продукт инновационный, вы просто придете к своим готовым проектам, может быть, с идеей, и Борис вам поможет все адаптировать, провести ревью и скажет, или эта идея не зайдет, или, наоборот, зайдет, чуть-чуть там с какими-то изменениями. Есть ли такая возможность? Правильно, Борис? Да, Артем, спасибо, что ты добавил. Да, ко мне регулярно обращаются для проведения ревью, и после ревью вероятность подтверждения тоже достаточно высокая, но, к сожалению, не 100%. Вот мы недавно, недавно я узнал про отказ по проекту, к которому я делал ревью, все критерии высокие, все оценено классно, написано инновационность низкая, и пришел отказ. Хотя и инновационность, на самом деле, там высокая, там маркетинговая платформа, которая нужна людям, похожие проекты получали подтверждение, то есть у них внутри что-то изменилось, и, соответственно, я сейчас тоже изменил критерии оценки идеи, и я буду более требовательно к этому подходить. То есть, чтобы вы понимали, мы реагируем на те результаты, про которые мы узнаем. Если они внутри что-то изменили, мы не можем об этом напрямую узнать, а только через, как это вот, не грустно, но через отказ. Но мы реагируем очень быстро, анализируем и находим решение. Еще вот хотел добавить, есть одобрения в проектах, которые вообще просто, они на бумаге, там есть MVP, есть хорошие показатели, все окей, но есть и отказы по проектам, которым, вот у ребят уже есть бизнес, который бизнес работает, он инновационный, вот недавно пришел отказ, неделю назад, полторы недели назад, пришел отказ ребятам, у них компания уже работает, приносит доход, они фаундеры, учредители, там международная команда, один только русскоязычный, все остальные там, и тоже получили отказ. По каким критериям они отбирают, сейчас начали проект, непонятно, но даже этот проект получил инновационность у Енисы, то есть казалось бы, они в ноябре, в октябре дали этой компании инновационность, ребята подали документы, инновационный проект, он работает в Европе, все окей, приносит прибыль, они же дали одобрения, а сейчас, вот полторы недели назад, и та же Ениса, которая давала инновационность, они отказали, а другим проектам, которые без инновационности, без ничего, просто дают положительное решение, вот такая ситуация сейчас с Енисой. Мне кажется, что мы все обсудили, если есть вопросы, то, пожалуйста, можете их задать. Это, похоже, лотерея какая-то, как с этой Енисой, сейчас вот такое состояние, да, нету какого-то фактора определенности, который прям может говорить о том, что они примут или не примут. Ну, вот как я уже сказал, если идет добавление в подтвержденный проект, то вероятность того, что примут, она максимально высокая, на уровне 95-98%. Если же мы подаем неподтвержденный проект, то здесь используется метод научного тыка. Исходя из количества подтверждений, мы понимаем, что эти направления им интересны. Вот, например, экспериментально путем выяснили, что тема с блокчейн им вообще не заходит. Даже если вы просто напишите где-то блокчейн, это отказ. Все, они его боятся. Даже если вы им объясняете, что не надо бояться и блокчейн используется в медицинских целях, приносит пользу, это все равно будет отказ. Вот. И, соответственно, если эта тема касается маркетплейсов, я тоже не рекомендую. И даже интернет-магазинов тоже уже очень осторожно. Но, к сожалению, нет четких критериев. Борис, подскажи, пожалуйста, как сейчас по искусственному интеллекту? Вот Санчес посвящал, вот ты как раз был тоже на этом, в Барселоне был саммит инновационный. Сейчас они очень эту тему развивают, инновации, искусственный интеллект. Еще какие темы будут интересны и миссии? Может быть, нашим зрителям будет это интересно. Про искусственные интеллекты расскажи, еще какие темы интересны? Я думаю, что сейчас в первую очередь интерес вызывает не технологии, а именно бизнес-процесс и решение конкретных проблем. Например, вот у нас в этом году было подтверждение по проекту, назывался BASGO, это решение транспортного вопроса в Испании. чтобы можно было найти автобус, заказать его достаточно легко. То есть нельзя сказать, что это были очень, какие-то инновационные технологии использовались, да, мы прикрутили искусственный интеллект, но проблема есть. Соответственно, для того, чтобы с большей долей вероятности решалось, с большей долей вероятности вы получили подтверждение, нужно читать СМИ, и там они обсуждают вот эти самые проблемы и дальше генерация идеи. Для наших зрителей я, например, скажу, что буквально вчера смотрел испанские новости и там рассказывали, что у Испании большая проблема с портящимися продуктами, что сетевые магазины выкидывают достаточно много в целом качественного товара и более того, фермеры не хотят собирать товар со своих полей или там со своих деревьев, которые имеют какие-то следы неликвида, я не знаю, трещинки какие-то, царапины, может, червяк какой-то завелся. И, соответственно, очень много продуктов пропадает. В то же время, когда есть нуждающиеся слои населения, которым не хватает даже денег на продукты, не говоря уже про народы Африки, которые голодают. И вот пока нет решения, что с этим делать. И, соответственно, я уже придумал как минимум две идеи, по которым мы планируем написать бизнес-планы, я думаю, что они получат подтверждение. Да, я вижу, к нам подключился новый участник, видимо, Михаил Юдин. Может быть, у вас есть вопросы? Борь, а расскажи про искусственный интеллект. Как сейчас это в Испании? Как одобряемость проекта с использованием этой технологии? Как с заменой рабочей силы? Как на это смотрят? Ну, например, роботизировать все, оснащать, заменять людей роботами. Как говорится, вкалывают роботы, а не человек. Как вот это сейчас в Испании по одобряемости? Артем, ну, я не могу однозначно сказать, потому что это все зависит от главной идеи, какую проблему решаем. То есть, если мы как-то проблема не очень сильная и мы заменяем людей на роботов, это тоже нехорошо, потому что в Испании так присутствует безработица, и мы только усиливаем эту проблему. То есть, лучше всего, опять же, использовать роботов на тех работах, которые могут подорвать здоровье людей, на каких-то тяжелых работах, ну, там да. Что касается искусственного интеллекта, то он сейчас повсеместно уже, по крайней мере, указывается в бизнес-планах, и наличие искусственного интеллекта сейчас не является подтверждением инновационности. Этого недостаточно уже. еще два года назад, если ты просто написал искусственный интеллект, то все, это инновационность, и можешь вообще больше ничего не делать. Сейчас нет, они считают, что это уже опробированная технология, и нужно все-таки находить ту проблему, которую мы хотим решить в Испании. Собственно, по проблемам можно ко мне. У меня есть насмотренность, и есть большой опыт генерации идей, которые получили подтверждение. Борис. Да, Евгений. Да, если можно, я... Так, ну тут одновременно. Да, да, да. Давайте начнем с Евгения, раз я к нему обратился. Да, спасибо большое. У меня возникший вопрос. Несколько раз вспоминали термин проект, имеющий подтверждение. А что вы вкладываете в это? Что такое проект, имеющий подтверждение? Ну, это означает, что Енису уже проверил этот бизнес-план и выдало подтверждение как минимум одному фаундеру о том, что данный проект является инновационным и представляет интерес для экономики Испании. Понял. Наверное, я в другой плоскости имел в виду. Мне показалось, что вы это используете также для проектов, которые, ну, как бы, наверное, имеют, может быть, подтверждение со стороны каких-то иных акселераторов испанских или на других рынках. Или, может быть, проекты, которые, условно говоря, уже имеют какой-то продестированный продукт, который там, так или иначе, где-то уже выходил на рынках. Что-то вот такое является существенной помощью «Ениси» и «Ениси» и «Ениси» и «Ениси» и «Ениси» и «Ениси». Смотрите, это является дополнительным преимуществом при оценке бизнес-плана «Ениси», но не является однозначным требованием, что ли, условием для получения одобрения. Есть реальные проекты, которые в России получали награды как самый лучший инновационный проект, «Ениси» его не одобрила здесь, потому что посчитала, что они решают ту проблему, которой в Испании нет. Или они считают, что он был недостаточно инновационным. В законе о стартапах, собственно, по которой выдается подтверждение и, конечно, выдается резиденция, там указаны требования, по которым этот проект однозначно считается инновационным. Соответственно, это награды в различных конкурсах внутри Испании. Это подтверждение от специализированной организации Агенор, у меня даже выписано. Эта организация, она занимается тем, что она сертифицирует проекты на соответствие ISO 9001 и вроде как выдает какие-то подтверждения инновационности. Но это должны быть, это действующие проекты, на самом деле у них нет такого, что вы им направили бизнес-план, проекты, которые еще не работают в Испании, и они вам все сертифицируют, выдали подтверждение. Ну и, собственно, участие, да, в акселераторах, но в таких, скажем так, известных, например, Y-комбинатор, та же Ланзадера, но прикол в том, что Ланзадера, например, она берет к себе проекты только те, которые реально уже работают и зарегистрированы. на нулевой стадии, как правило, они проекты не берут. И получается замкнутый круг. Вы еще не получили резиденцию, соответственно, вы не можете тут заниматься бизнесом, ну, глобально, понятно, что можно SL зарегистрировать. Вот, но, ну, то есть, вы не можете получить эти подтверждения, пока вы не будете развивать проект здесь. А для того, чтобы его развивать, вам нужна резиденция. И поэтому все идут вот по одному кругу, пытаются убедить Инису в инновационности своего проекта. Да, вот еще хотел добавить. Есть такие, есть такие проекты, которые получали одобрение, там, во Франции, там, в Финляндии, но в Испанию, они, ну, в Испанию, когда подавались, ребята получили отказ. А есть наоборот, где во Франции, там, в Финляндии, в других странах получали отказы, а испанцы давали одобрение. Вот Борис правильно говорит, что они все смотрят на решение проблемы в Испании. Вот конкретно вот это в Испании эта проблема, ее надо решить. Вот они и одобряют. Да, Борис, можно вопрос? Это Михаил. Да, да, конечно. Да, спасибо за эфир. У меня вопрос такой, вот по вашему опыту, я понимаю, что общей статистикой, скорее всего, нет. По вашему опыту, какой, ну, там, средний процент одобрений по проектам с нулевой идеей, да, на стадии идеи, прям, с нулевой стадии стадии идеи. И второй вопрос, наверное, какие чаще всего, по вашему, опять же, опыту, бизнес-модели проходят? B2C, B2B, SaaS-модели, вот, какие, как правило, да, большее количество одобрений получают? Смотрите, я отвечу так, что если мы работаем с проектами, то мы стараемся несколько поднять их текущую стадию, то есть мы стараемся подчеркнуть, что проект находится не на стадии идеи, как минимум, на стадии разработки MVP, вот, а лучше всего показать, что вы уже, ну, как будто создали MVP, ну, по крайней мере, создается лендинг, создаются прототипы или мобильного приложения, или веб-версии, добавляется какая-то аналитика, прикрепляются письма от клиентов, ну, и кроме того, в описании мы как будто намекаем, что смотрите, это уже, что-то уже есть, потому что для них это важно, что чем больше стадии, и, соответственно, тем больше шансов, что проект реализуется. Вот, если честно, то те проекты, которые проходят через меня, я их не пропускаю, если там указана стадия идеи, потому что это, ну, резко понижает шансы, и, соответственно, я не могу сказать, вот, какой процент, но по факту, почти все проекты, которые через, ну, нет, давайте скажем так, 80 процентов, которые, проекты, которые поддаются, они на стадии идеи, фактически, вот, вот, ну, и процент тут можно брать только средний, то есть, у нас этот процент подтверждения около 90, вот, Ениса утверждает, что у них около 60 процентов, и, кроме того, я знаю отказы по реальным проектам, я даже понимаю причину, потому что они их не адаптируют под испанские реалии, они говорят, смотрите, вот у нас есть такой проект, мы все классно сделали, в России, например, он шикарно отработал, и мы сейчас к вам сюда придем, все будет классно, они говорят, слушайте, ну, у нас нет такой проблемы, как бы, извиняйте. Да, спасибо, понял, и второй вопрос, вот, по бизнес-моделям, по вашему мнению, по ощущениям. Лучше всего, да, извините, я помню ваш вопрос, лучше всего заходит B2B. Вот, это не значит, что все остальные модели, они получают отказы, есть подтверждение по B2C, но по B2C сложнее, потому что, потому что сложнее достучаться до этой самой аудитории, и нужно постараться объяснить испанцам, как вы, собственно, привлечете этих самых людей, как привлекать бизнес, гораздо более понятно. Вот, и по SaaS-модели, понятно, что она сейчас в тренде, но, но, по-моему, недавно был отказ по SaaS-модели у кого-то. Мне на прошлой неделе такая информация приходила. Это не значит, что... Это B2C или B2B SaaS-модель применялась? Это был B2C. B2C, угу, понял, да. Поэтому лучше всего B2B использовать, куда идти. Понял, да, хорошо, спасибо. Пожалуйста. Если есть еще вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Да, если ни у кого-нибудь вопросов нет, я можно? Тогда повклиниваюсь, если будут возникать. вот вопрос такой по вашему опыту, насколько важно указывать слабые стороны команды, например, да, в проекте. И, как правило, может быть, пару лайфхаков ваших, что обычно хорошо проходит вниз, вот как слабые стороны. Или наоборот, не указывать лучше. Смотрите, вот про слабые стороны команды я вообще не вижу смысла указывать. Надо указывать наоборот, что у вас очень сильная команда, без каких-то слабых пятен, а если у вас даже кого-то не хватает, то вы пишите, что вы наймете в Испании такого классного специалиста, и у вас все будет замечательно. И в критерии команд, в разделе команды, которые заполняются, вы как раз и подчеркиваете и достижения каждого участника команды, и то, что вы там слаженный коллектив, и то, что вы там готовы горы свернуть, вот это все нужно писать. Там есть раздел в Енисе по барьерам. Барьеры обязательно надо указывать, но лучше всего, чтобы они были такие гипотетические и точно маловероятные. То есть типа может измениться законодательство, может быть, повлияет консервативность испанского общества. То есть они трудно воспринимают инновации. Может быть, не знаю, что там еще. Может быть, вы позже привлечете инвестиции. Что-то вот такое. Ну, то есть то, что вы с этим справитесь, ну, вы предполагаете, что такое может быть, но это не критично. Если расписывать, что вы не знаете испанский язык, что вы вообще не знаете, как тут нанимать людей, вы вообще даже не знаете, как тут маркетинг работает, они скажут, ну, нет, слушайте, действительно, проблемы непреодолимы, мы вам верим. А вот еще сразу вопрос возник тогда, какие маркетинговые технологии, ну, вот, при рекламной кампании нового продукта чаще всего в Испании заходят и на какие низы смотрят нормально, да, какие, вот, наоборот, с учетом, опять же, консервативности испанцев лучше не показывать. Ну, опять же, это же зависит от того, какого-то продукта, такой у вас проект, вот, но так сходу работают соцсети LinkedIn, Facebook и участие в выставках, конференциях. Это то, что работает всегда и везде. Супер, понял, да, хорошо, спасибо. И желательно указать, например, даже в каких выставках и конференциях вы планируете участвовать. И, к слову, в телеграм-канале нашего акселератора S-Hub мы ежемесячно публикуем список ивентов на следующий месяц, которые можно посетить. Ссылка на канал, ссылку на канал я также размещу в описании к этому видео. И сегодня мы готовим опубликовать расписание на апрель. То есть вы можете просто пройтись по вот этим вот расписаниям и сказать, что вот вы в этом планируете участвовать, вот в этом и так далее. Ну и, кроме того, в Мадриде в июне будет South Summit. Это одно из трех крупнейших мероприятий в Испании для стартапов. Можете сказать, что вы планируете его посетить, например. Да, супер, спасибо. Посмотрел ссылочки. И общее пожелание, сейчас, извините, общее пожелание, как можно больше конкретики. Не надо обходиться общими словами, что типа мы запустим там контекстную рекламу, мы будем участвовать в выставках, у нас работает искусственный интеллект. То есть, если это вы ничем не подтверждаете, то считайте, что этого нет. И, соответственно, они не доверяют этому проекту. И вы получите подтверждение, только если у вас действительно прямо идея огонь, которая прям очень нужна Испании. Да, услышал. А по отраслям есть какая-то по вашему опыту обежразбивка, какая больше всего отрасль заходит сейчас, например? Вот я тоже хотел поддержать этот вопрос, он очень важный. Есть такая информация, сейчас одну секунду, я открою. Одну секунду. Я на прошлой неделе был как раз на вебинаре, и там был список финансируемых направлений. Так. Нашел статью. Вот все нашел. в первую очередь это информационные и коммуникационные технологии, без пояснения, что туда входит. На втором месте здоровье, на третьем месте промышленный сектор, потом энергетика. Вот энергетика точно прямо очень нужна, тут много денег выделяют, субсидии. Далее идут продукты питания, сельское хозяйство, потом биотехнологии, биотехнологии, потом фармацевтика, окружающая среда и экоинновации, далее строительство землепользования, ну и там уж совсем мало, это аэрокосмический сектор, безопасность и оборона и транспорт и инфраструктура. Спасибо большое. Соответственно, да, загадка про информационные и коммуникационные технологии, но по факту это проекты, которые помогают бизнесу решать какие-то проблемы. Борис, а можно здесь небольшое уточнение на просто то, как вы это чувствуете? Проекты промышленности или электроэнергетики, они требуют, обычно требуют, достаточно большой индустриально-секторной экспертизы. Обладает ли НИСА подобными знаниями и стоит ли действительно какие-то достаточно сложные материи в рамках реализации подобных проектов бизнес-план включать? Или все-таки с НИСА проходят более обывательские проекты, ну вот, например, про шерсть домашних животных, которые вы рассказывали ранее сегодня, он просто понятийно понятен обывачиванию достаточно быстро и сразу. Вот как вам кажется? Отличный вопрос, Евгений. И мне кажется, мне кажется так же, как и вам, что вот простые понятные проекты для НИСА заходят гораздо лучше, чем сложные, чем сложные, да, те, в которых им нужно предметно разбираться. Вот, то есть, если это будет еще в сфере информационных технологий, ну, может быть, они в этом разберутся, если это будет промышленность, и вы глубоко зароетесь, мне кажется, они не смогут это оценить. Это очень по-испански, но, опять, понятно, спасибо. Ну, к сожалению, видно, что вы являетесь профессионалом, что вы в этом разбираетесь, с другой стороны, они должны понимать, если ваш уровень очень и очень высокий. Ну, например, вы там на уровне, я не знаю, доктора наук и объясняете какие-то очень сложные вещи. Понятно. Спасибо. Ну, чаще всего бывает, что пишут как раз слишком простым языком и недостаточно... Сейчас. Не хватает убедительности в том, что пишут. И, соответственно, вот в ревью я как раз и исправляю, что давайте вот это более научным языком напишем, вот здесь вот лучше объясним. Чаще всего бывает именно так. Вот чтобы на действительно очень высоком уровне я один или два проекта видел. Спасибо. Да, пожалуйста. Сегодня классные, интересные вопросы. Спасибо нашим участникам. Но я не прощаюсь. Если у вас есть еще вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Скажите, как быстро можно осуществить, допустим, это все? То есть срок от начала, скажем так, работы с вами и до получения каких-то там документов на проживание в Испании, сколько это может занять на практике? Артем, ответишь? Да, сейчас вот есть в работе у Бориса несколько проектов, в которые можно добавить фаундерам. Если вы готовы, ну, например, прийти как фаундер в готовый проект, это быстро будет. Это там неделя-две на подготовку. Можете приехать в середине, в начале апреля в Испанию, подать документы около 20-25 до 35 дней уже будет у вас решение. То есть у вас, получается, если все подготовить, все успеть, там, завтра начать работать, в середине апреля податься, получить документы, можно уже в середине мая само решение. о выдаче ВНЖ, подать документы на карточку, на саму, на тархету в середине мая и получить где-то ближе к 20-м числам июня уже иметь карточку ВНЖ на 3 года и вообще не париться. То есть если сейчас начать работать. Понял, здорово. Просто мне на сентябрь надо, поэтому я как бы хотел узнать сроки. Спасибо. Но это сейчас. Если вы хотите прийти со своим бизнес-планом, с проектом, да, то нужно ревью, дописать, сделать. То есть на бизнес-план примерно затраты где-то месяц-полтора. И вы можете, если в сентябре нужно переехать, тогда я рекомендую подаваться где-то в июне до отпусков, потому что август в месяц в Испании не рабочий. То есть и министерство уходит, и там какие-то правила, они в отпуск уходят, и правила какие-то меняются. Поэтому лучше подать всего до отпусков в июне, в конце июня, в начале июля, чтобы могли не успеть рассмотреть и принять решение до отпуска. Там в августе получат решение, и все. Потому что опять правила могут поменяться, и вы попадете под эту вот машину испанскую. Вот. Если нужно, например, подать проект, лучше раньше подать, спокойно ждать, чем в сентябре. Потому что могут правила поменяться. Вот. Спасибо. Если есть еще вопрос, то, пожалуйста, спрашивайте. Давайте дам еще 10 секунд на раздумье. Потому что в конце встречи я хотел еще сделать небольшой анонс. вопросов не вижу, тогда сделаю анонс. 29 марта, уже в эту пятницу, мы проводим очередную онлайн-встречу участников стартап и намат сообществ Валенсии. Если кто-то из вас живет недалеко от Валенсии, или даже если живете достаточно далеко, но в Испании, то, пожалуйста, присоединяйтесь, будет очень интересная встреча. Как правило, я на таких встречах делюсь той информацией, которая у меня есть. Поэтому на этой встрече информация будет просто огонь, потому что у меня появились новые партнеры, с которыми вместе мы сможем очень сильно помогать развитию стартапов и привлекать и финансирование в виде грантов и инвестиций. Вот к нам подключается еще один участник как раз к концу встречи. Мы рады всем, но боюсь, что мы уже не сможем ответить на все эти вопросы. Поэтому еще раз, 29 числа Валенсия. Встреча будет недалеко от побережья, там будет классная погода, классные виды. уже записались порядка 20 человек, я еще не обновлял информацию, записаться можно будет до конца завтрашнего дня, ссылочку я тоже размещу в Ахисане. Спасибо всем, кто сегодня подключился, нас было немного, но зато вопросы были на злобу дня, классные, профессиональные. Спасибо Артем за то, что ты рассказал нам про изменения. Я надеюсь, что у всех все получится с получением стартап-визы и традиционно мое пожелание до встречи в Испании. Всем пока. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok